Привет, друзья! Мне страшно. Я просто, ну, сегодня убирала до обеда. У нас не было света, делала домашку по веб-дизайну. И вот освободилась начало четвертого. Нам как раз дали свет, и я решила, приду к маме с папой, угощу их тортиком с ухлеб, попью с ними чай. Вызвала лифт, а у него так долго открывалась дверь. Ой, я его боюсь. Ну, просто уже сил сотни не было. Идти пешком. Слишком высоко родители живут. Ох, нормально. Пронесло. Я хотела сказать пару слов по поводу комментариев. Там мне писали, и в инстаграм это писали, и мне Леша передал, что мне в комментариях это написали, типа, Диана, удаляй комментарии орков, что ты их, типа, не удаляешь? Другие пишут, потому что она из них зарабатывает. Ребята, я не могу все удалить физически, потому что я не сижу 24 на 7 в комментариях. Я не знаю, сколько там бреда пишут, но я просто не успеваю это все удалять и блокировать. Вчера я что-то поудаляла, сегодня Леша утром заходил, кучу блокировал. Я уверена, сейчас там еще есть, но мне некогда заходить просто. Иногда, иногда уже в крайнем случае, у меня даже нет желания, потому что у меня помимо Ютуба есть еще дела. Я занимаюсь домом, я учусь сейчас, я езжу на тренировки. Я не жалуюсь на то, что мне много дел. Я просто вам пытаюсь объяснить, что помимо Ютуба и комментариев у меня есть своя жизнь, на которую я трачу много энергии, сил. И порой мне просто не остается ни времени, ни желания заходить в комментарии, потому что, ну, это не первостепенное что-то для меня. Поэтому, если вы там это видите, знайте, что это я просто не успела, не зашла, не смогла, не захотела даже в крайнем случае зайти в комментарии. Все, я же человек, я же не робот, который там все подряд удаляет, да? Поэтому не думайте. А кто думает, что я зарабатываю с комментариев, это вообще интересная тема. Никто не зарабатывает с комментариев, все зарабатывают только с просмотров. только с просмотров. А у мамы тут по телевизору, унесенные ветром, я ей говорила, что почти год назад, да, когда война началась, я смотрела этот фильм. Смотришь и думаешь, боже, как-то все знакомо. Вот торт, смотрите, он, получается, был где-то на 6 кусков. Я съела один дома, Леша съел один кусочек, но вот он его больше не ел, он так и сказал мне. Мне, говорит, мусс не нравится, суфле не нравится. А тот сушен. Тот почти доел, да. А тот не пробовал. Пробовала сегодня, пробовала вкусный тортик, да. Но он такой, как шоколадный вишневый, крем вкусный. Этот очень-очень легкий прям. Вот, видишь, 3 шоколада походу. Я не могу такой купить. Он не понял. Он, ты знаешь, он перед тем, как меня забрать с танцев, заехал в кондитерскую и сказал, мне нужен шоколадный. Они ему сказали, 3 шоколада. Он даже не стал спрашивать. Но я его, когда увидела, я сразу поняла, что он... Вот, по нему прям сразу видно, что он такой муссовый. Он так расстроился сначала. Вот мамин красивый уголок с орхидеями. О, у тебя вот это будет, да, скоро цвести? Вот это. Я одна вот это только не цвела. Никогда не цвела еще? Нет, она цвела, но в этом году что-то молчит. Там тоже стихо вышескали. Вот это на них какая-то не мечта почти не зная. Ну, у орхидеи нет такого, что они цветут в определенное время года. Они типа круглый год, да, могут цвести? Вот это у меня все время цвестиет. Вот это. А вот эти все ближе вот к декабрю. Ну и бывает, что еще где-то там... Ты еще не хочешь? А куда? Мне не стоит. А тем более сейчас такая ситуация, что душа болит за все, еще и цитут, еще и сюда. Тогда жалко их всех. Как-то, да, я уехала, душа не чаяла. Это не... Что я уехала, что я уехала. Ты возвращаться хотела, наверное, в первую очередь, потому что цветочки... Я уехала, а они остались без меня. Понимаешь, пианки тоже. Вот я уже показывала. Да? Да, у мамы, конечно, классно. С цветами. У мамы миниатюры цветов, которые у меня большие от меня. А, это запеканка. Я думала, это просто картошка жарена. Я сам был его рецепт. То есть, он не нафанал очень... Я еще даже не видела его новый канал, мам. Новый, молодец. Как он называет? Что обрежи мои пальчики чуть-чуть. Да? Обрежи мои пальчики. Ага, надо посмотреть. А что, здесь в ней фарш или что? Да, селячий фарш у меня, помидорка, картошка обжаренная, сыр, еще там, чеснок, лук. Курица с моего дня рождения. Ты что, не хочешь? Это вы с папой на двое будете есть? Ну, мы там чуть-чуть. Вам хватит? Хватит. И через день кушаем. Хватит. Мама. Тортик в холодильник папа так и не убрал. Я ж его папе достала. А, ты его опять достала? Да. Ой, капец. Тебе понравилось, да? Понравилось, но... Не купила? Не купила такой второй раз? Нет. Нет. Ты тоже все-таки не любишь такое? Нет, я люблю такое, но даже я настолько люблю такие всякие десерты. Что не купила. Вот такой вердикт. Вот тот торт, мне очень понравился всегда вот этот торт, который был... С смородиновым кюри. Да, очень. Второй я только капельку попробовала, я такой не люблю. Вот видишь как, а многим не понравился первый торт. Потом сказали, что... Мне очень понравилось. Вот это не понравилось, прослойка смородиновая. Это такой, наверное. А Коля ж понравился вишневый медовик, мы давали ему, а до Коли так тортик и не дошел. А Сама рассказывала про это на канале? Про что? Про то, что до Коли тортик не дошел, что бабушка... Бабушке он... Да. Я бабушке тогда давала на дне рождения большой судочек с овощным салатом и судочек с овощами гриль и курицей. А к ней каким-то случайным волшебным образом... Сама говорила, сколько они ехали, сколько она шуршала сзади в машине этими судочками, пакетами, и в итоге она решила, что... Торт ее, да? Что там больше и вкуснее, и лучше. И она забрала. Она же оливье, да, забрала? Нет, оливье было для Самвелки. А ты, кстати, не помнишь у тебя мимоза? Какой у них рецепт? Что там было на мимозе? Тунец, картошное пюре или просто картошка. Морковка. А, с картофелем, с морковкой делаем? Да, ну это же классическая вроде мимоза. Нет, у меня классический рецепт без... По-моему, вот я деб не брала мимозу, я ей брала ее в пузатой хате и в эпицентре вся с картошкой была. У меня без моркови, без картошки рецепт. А что же за мимоза? Яйца, тунец, масло сливочное, лук и сырок. Это не мимоза. А что это? Я тебе даже больше скажу. Я ехала в маршрутке пару дней назад, и сзади меня сидела женщина, которая по телефону рассказывала рецепт мимозы. Я говорила, сначала картофель, или сначала тунец, картофель, отварные яйца, морковь. Все. И там майонез, что-то такое, и лук еще по-моему. Там обязательно должна быть картошка, морковка и яйца. Получается у тебя? Я хочу приготовить. У меня старая, старая моя тетрадка. У меня там записан рецепт. Один со сливочным маслом, другой есть. А где сливочное масло добавляется? Оно трется с морозилки, трется там где-то тоже прослойки, да. Ты шо? Я хочу делать последнее. Приготовь, но напишите в комментариях, кто как мимозу готовит, потому что я тоже бы ее хотела приготовить. Тотушка, морковка, это везде, во всех салатах. Ну, это, видимо, мимоза такая. И мне вообще она больше нравится даже с курицей товарной. Вот я пробовала. Как это не мимоза? Ну, получается. С курицей все салаты с курицей. Ну, вот она вкусная. Так же, как оливье делают с курицей. Для меня это не оливье. Ну, я вот с лососемь делала оливье. Курица в любое сочетание с курицей. Но оливье не должно быть без курицы. Ветчина, колбаса какая-то. Ну, не курица. С курицей тоже не оливье. Ну, я с лососем готовила. Тебе не понравилось? Такое оливье тоже не... Ну, понравилось. Надо было... Ты же, понимаешь, настоящее оливье мы даже не пробовали. Ну, не пробовали еще. И ничего не потеряли, да? Мужи потеряли, мама. Мужи потеряли. Вазу? Да. Надо пойти ее порассматривать. Я не показывала. Я думаю, что туда поставить. Хочу, чтобы по цвету какой-то подобрать. Папа? Мы будем смотреть вазу. Ой. А штучка зачем? Кушать, ади, мама разогрела запеканку. А штучка чем? Посмотри, длина, какую курицей. А? Наролись кинобстучки. Вы же с ней. Вы все едите с этого столика. И не попробуй запеканку. Да блин, а так что-то фисташек у родителей наяс. Наверное, накормили фисташек. Садись попробую. Мне стульчик 4. А, это мне стульчик? Ну, ты не стульчиком. Ясно. Маме сегодня весь день приходят... Шли в СМИ. Нет, мне выходные. Приемный день, Карина сказала по телефону. Нежданно, неладанно. С утра Карина, потом Роди. А, мы с Роди же шли. Мы шли с сельфон. Папа пошел искать эту змещёнку. Мне нужно. А зачем? Варёная. Что это ты будешь готовить? Орешки? Нет. А я же с ним идём. Идём было полдвенадцатого. Он говорит, бабушка, мы ещё успеваем. Мы ещё успеваем на лифте приехать. Он же графики знает, отключение. Световцы. Я говорю, да не, наверное, мы пойдём пешком. Вдруг это самое. Я говорю, я боюсь. Вдруг мы с тобой застрянем. Что мы будем делать? Нас спасатели спасут. Подходим и, короче, заходим. Всё же работает. Он как, бабушка, нет, пошли с пешком. Подожди, мы успеваем. Пошли. Нет и всё, нет и всё, понимаешь? И мы с ним как дураки, короче, пока поднялись на 10-е. Папа, ну, через 15-20, он лифтом. А свет выключили лишь без вас сейчас. Истеричка маленькая. Пробуй запекан. Так меня родители уговаривают попробовать запекан. Да, я есть не хочу. Но ради уважения... Мам, ради уважения я вывернусь на стол. К маме, и к самому моему рецепту. Ну, что, вкусненько. Вкусно, да. Единственное, что я, в основном, была по рецепту 4 яйца. Я 3 положила, чуть меньше. И он делал в разъёмной форме, вот там заливка вытекала. А я делала в керамической. Так тут яйца, да, заливка есть? Между слоями. Там слой картошки, потом, по-моему, яйца или, я уже не помню, мясо, картошка, сыр. Половина заливки, потом опять картошка и вторая половина заливки. Неплохо вкусно и сытно. Или ешь. Маму этот чужой цветок странный. И вот ещё будут новые. Это интересно, какие они будут. Вот такой трилистник будет. Вряд ли, я неудачный, я что-то не помню, почему это будет. А он у тебя такой пушистый? Вообще, у меня нет столько листьев. Каплюй. Тьфу. Гвозливая. Да чё я гвозливая? Какой яшка пушистый. Женская счастья. А вот этот у меня тоже не такой пушистый, да? Вот этот? Да. А этот, в принципе, пушистый. Вот этот? Как в принципе? Он у меня, видишь, тоже он какие-то. Ну тоже, да, у тебя что-то, прёт его у тебя. Так я его рассаживаю, витаминного стулья. Я его рассаживаю на три. Отдаю вам. У калитных такие. У тебя, у папы в кабинете три. И он опять у меня. Куда я уже давать, да? Оставляю один. И он, смотри, его опять раз, два, три. Ну, опять он на три же штаны. Хорошо. У тебя. А у меня растёт? А у вас нет, у Карины чахнет. Не, у меня растёт всё нормально, но не такой пушистый. У меня тоже не до такой степени, нет. А я его постоянно рассаживаю, рассаживаю, он опять вот разрастается. Да, видишь, мама, всё так с цветами. Ну и всё. Как так может быть? Ну почти всё. Лёша вот этот, говорила, забили. Никуда, мам, мне некуда. Кошка ест. А мне тоже, видишь. Кошка ест всё. Костыть некуда вообще, ты представишь. Ну, сейчас уберёшь её. Когда ты собираешься убирать тоже? Да. Сейчас двух, через неделю. В следующую неделю? Угу. Ну я только через неделю тоже планировала. Что на следующих елок? Убирать ёлочку. Елку снять. Мы же 19-го ждём, да, потом? Ну обычно, да, мы так и делали. А в том году и 4 февраля, да. Я помню, ты вообще не хотела расставаться с ёлкой. Сыграли с мамой в карты. Я успешно проиграла. Не, на самом деле у нас такой счёт, да. 4-5, мы до 5 играли. Теперь я маме должна кофеёк. Ты сама это придумала. Да, мне интересно, когда у нас что-то играет. Хотела сказать, что я в последнее время частенько покупаю маски вот этой фирмы. Монтсад, наверное, так произносится. Не знаю, как правильно. Очень нравится. Вот такие с витаминами есть. И есть у них ещё маски. Они как... У вас такого материала, как гелевые. Я даже не знаю, как это объяснить. Очень прикольные. Ну, такие интересные масочки. Только что розы все подрезала. Все цветы у меня такие шикарные. Розы, боже, они все такие красивые. Все абсолютные. Те, что папа дарил. И Коля, и Лёша. Самвелл. Они все как из картинки, знаете. Как из сказки «Красавица и чудовище». Я прям не могу налюбоваться. Я очень люблю розы. Я их просто обожаю. Настолько красивый цветок. И сколько бы роза ни стояла. Ну, как бы, если не сильно, даже долго. Она не воняет. Полевые цветы и другие. Вот у них есть такой неприятный аромат. А роза это вообще... Я не могу. Какая-то радость, хоть знаете. Хоть какая-то радость. Стараемся радоваться мелочам. И замечать прекрасное вокруг нас. Спасибо, друзья, за внимание. Сегодня такой был день. Знаете, я не в самом лучшем настроении была. И потому решила пойти к родителям. Потому что знаю, что если с ними посидеть, можно стать намного спокойнее и лучше на душе. Это какая-то магия. Потому что... Ну, это родители. С родителями всегда так. С мужем это само собой. Но я все равно хотела в гости зайти к маме с папой. Благодарю вас за внимание. Приходите в Инстаграм. Пишите, если что-то интересует. Я отвечу. Ну, да. Скорее всего, вы получите от меня ответ в Инстаграм. Там мне просто проще отвечать. До встречи. Берегите себя. Пока.